Янис Галуза Открывает клинским мальчишкам новый взгляд на настольный хоккей Профессиональный чемпион мира призывает начинающих на хокеров Забыть о сложных комбинациях и освоить простые Не зная как ходит пешка в шахматах, нельзя ферзевой гамбит какой-то ставить и так далее Люди подходят и хотят делать какие-то очень сложные комбинации Поэтому я пытаюсь им подсказать, что сначала научитесь просто обрабатывать шайбу И правильно ставить руки и так далее Потом уже можно постепенно добиваться чего-то больше Для кого-то настольный хоккей детская забава Но немало в этой игре и профессионалов Они относятся к настольному хоккею со всей серьезностью Многочасовые тренировки каждый день Ведь в этой игре важна каждая деталь От правильной постановки рук до правильного питания, режима и полноценного сна Мы как в любом другом виде спорта, конечно, когда готовы к соревнованиям То есть здесь важно правильное питание, хороший сон И занятия физической активностью Физическая форма, она важна для жесткостей? Конечно, да Соревнования, во-первых, определяются весь день То есть весь день ты стоишь И весь день нужно находиться в полной концентрации Янис Галуза один из топовых российских нахокеров 6 лет назад именно он прервал многолетнюю гегемонию братьев Захаровых на чемпионатах России Кроме того, Янис стал первым обладателем Кубка страны Не раз он брал медали и на международных турнирах Сейчас Янис немного отошел от соревновательной практики Ведет секцию в Питере и дает мастер-классы Желающих достаточно много, но, к сожалению, секции и тренеров в стране не так много Поэтому, наверное, хотелось бы, чтобы больше народу занимался настольным хокеемом Играл и занимался профессиональным настольным хокеемом На Клин Янис Галуза выделил три дня Первый мастер-класс собрал самых матерых наших нахокеров Парни не стеснялись задавать вопросы И внимательно прислушивались к советам профессионала У меня, конечно, была плохая защита, плохая атака, но я уже все помню Обработка еще шага И его навыки будешь использовать в танцовке? Ну, со временем, да Ну, это лучшее занятие, которое у меня было на протяжении четырех лет Сам чемпион мира приехал, как по-другому Тренирует нас Ну, и комбинации новые изучились, старые, ты оттачиваешь А если бы ты с ним сыграл, как думаешь, как будет такое? Ну, там проигры же было бы естественно Солидный Да, солидный Десять, ноль, один с ноль Чайный, чайный Оба калинчанина себя недооценили Первый пропустил меньше, чем ожидал Второй забросил больше, чем предполагал Как отметил Янис, наши ребята, если будут стараться, смогут добиться высоких результатов в настольном хоккее Отличные ребята, надеюсь, что у них все получится Они заинтересуются настольным хоккеем, чтобы как-то повысить свой уровень тоже Вот, особенно мальчик Абдулла, по-моему Вот, у него, я считаю, очень хорошая перспектива Показать то, чему научились за три дня на занятиях Яниса Наши на хоккере смогут уже в выходные Восемь человек из Клинского клуба отправятся на чемпионат России Субтитры сделал DimaTorzok